Всем еще раз привет. Поговорим про location tracking в iOS. Расскажу чуть больше о себе. Ну, как я уже говорил, я два года занимался в приложении хоми, которые тесно связаны с локацией и какую-то бизнес-логику вокруг этого строят. Также мне нравятся студенческие IT-лаборатории, которые проходят у нас в Омске. Вот, я сам в какой-то... Я сам прошел через нее и смог в дальнейшем найти работу и какие-то первые шаги делал в карьере. Вот, поэтому очень нравится наблюдать за тем, как... Очень нравится наблюдать и помогать молодым ребятам тоже делать первые шаги в карьере. Вот, в данный момент я работаю на проектах Яндекса. Вот, хотел рассказать о том, из чего будет состоять этот клад. Мы поговорим вообще про permission и локации, как они поменялись на iOS. Также рассмотрим, каким образом мы можем сами реализовать сервис, который нам локацию отдает, какие для этого инструменты Apple предоставляет. Вот, и в конце посмотрим, ну, разберем архитектурный подход к трекингу локаций, как его можно организовать. И, ну, на приложении, на одном из приложений, которые я разрабатывал. Вот, и некоторые воркараунды и штуки для бизнес-логики с локацией в iOS. Вот, ну, и начнем с permission of локации. До iOS 13 мы могли запрашивать локацию пользователя, и он мог нам ответить четырьмя способами. Первый, он мог нам не разрешить, в принципе, шарить локацию, мог этот момент отложить чуть подальше, вот, мог выдавать возможность получать его локацию в тот момент, когда он использует приложение, и разрешить использовать ее вообще в любой момент времени, если приложение установлено. Вот. В iOS 14 же Apple пошли немного другим путем, начали прокачивать privacy, вот, и также это коснулось разрешений на использование локации. В первую очередь изменился сам, сами вопросы и способы, которые мы можем при запросе локации пошарить эту локацию. То есть пользователь может разрешить единожды использовать ее, может разрешить ее использовать только в тот момент, когда работает приложение, не разрешить ее, вот. А вариант выдачи локации всегда, ну, в любой момент времени, даже когда приложение выключено, он утек в настройке конкретного вашего приложения, вот, и для того, чтобы пользователь мог, если бизнес-логика того требует, или выдает какие-то, ну, более лучше, короче, если приложение работало, чтобы приложение работало, пользователь должен сам прыгнуть в настройки и осознанно клацнуть на то, что он хочет отдавать локацию всегда. Вот. Помимо того, добавили точность локации, этот флажок тоже есть в настройках конкретного приложения. Вот, по дефолту он включен, мы получаем вот неразмазанное, ну, максимально точное местоположение относительно того, как мы будем, как хотим его запросить, это я чуть, об этом я чуть больше расскажу. Но, тем не менее, пользователь может эту точность, ну, выдавать точность меньше, если того захочет. Вот. Само окно приложения о выдаче разрешения, это вот из-за приложения Family Safety. Вот. И тут они рассказывают пользователю, что если они хотят, чтобы приложение работало еще лучше, то выдайте, пожалуйста, разрешение использовать вашу локацию всегда. Вот. Давайте рассмотрим, как мы вообще можем некий локейшн провайдер сами реализовать. Какие для этого есть инструменты. Допустим, интерфейс нашего сервиса будет выглядеть примерно вот так. То есть у нас есть какой-то паблишер, который рассказывает нам о статусе, текущем статусе разрешения на получение локации. Также у нас есть паблишер, который нам эту локацию выдает. Вот. Также в случае, если нам нужно в конкретный момент узнать, какая последняя закешированная локация есть, ну, тоже ее сможем из сервиса получить. Вот. Для какой-то, для бизнесового логики, например, отображение экрана с запросом разрешения локации, у нас есть метод по запросу этого разрешения. Вот. Старт мониторинга локации и некоторые настройки нашего сервиса, о которых я расскажу чуть позже. Вот. Давайте вообще поговорим о какой инструмент, ну, какой способ монитория локации GPS-модуля нашего смартфона вообще присутствует в системе и какие для этого у нас есть инструменты. В первую очередь мы можем подписаться на обновление локации. Как бы, ну, один из способов мониторинга. Их три представлены. Вот. Один из них – это обновление локации. Вот. Его, собственно, можно настроить. Он зависит от некоторых факторов. Это, в первую очередь, точность передаваемой локации и дистанц-фильтр. То есть мы объясняем менеджеру локации о том, в какой момент мы считаем, что если, короче, в промежутке, в радиусе этой дистанции, которую мы задали, локация изменилась, и GPS-модуль об этом сообщил, то мы эту локацию получим новую. Вот. Также есть некоторые заметки о том, как использовать, ну, наблюдение в случае этого типа мониторинга. В тот момент, когда мы его стартуем, он нам локацию отдает буквально сразу. Там есть некоторая задержка, но первую точку локации мы получаем сразу. Вот. Потом, даже с учетом того, что мы выставляем точность передачи у локации ниже, если сервис локации получит точку более высшей точности, то, ну, на текашка прилетит снова локации в делегате, и мы ее тоже получим. Вот. Кроме того, чтобы использовать обновление локации, ну, вот, кстати, примерно как выглядит наш конфиг, нашего локейшн-провайдера. Да, вот, как я говорил про точность и про фильтрацию. Также есть интересный флажок насчет получения обновлений локации в бэкграунде. Вот. Он как раз-таки используется для мониторинга обновления локации, вот. И по дефолту нам система не разрешает таким заниматься, даже если у нас есть разрешение на получение локации пользователя. Вот. Для того, чтобы... если мы выставим этот флажок true и не передадим, не укажем в capability о том, что в бэкграунде мы хотим получать обновление локации, то у нас приложение крашнется, вот, поэтому об этом стоит не забывать. И в настройках таргета добавить нужную capability, как представлено на экране. Вот. И в этом случае мы можем подписаться на обновление локации, когда приложение находится не в форкграунде, а в бэкграунде. Вот. Помимо того, Apple предлагает нам тип мониторинга значительные изменения локации. В данном случае он игнорирует выставленную нам фильтрацию дистанции и сам считает, когда... Система сама считает, какое изменение локации считать значимым, когда его отдать. Вот. Тут стоит отметить, что если использовать только этот тип мониторинга, то мы сразу локацию можем не получить. Собственно, когда мы его стартуем, не факт, что в ближайший момент времени мы получим это изменение локации. Вот. Также стоит отметить, что подписка на обновление локации, она по дефолту работает только в форкграунде режиме приложения. Если мы указали нужный капабилити и проставили флажок, то в бэкграунде она тоже работает. Но в случае, если приложение выключила, сама система либо пользователь закрыл, новую локацию мы не получим и никак с ней, в принципе, взаимодействовать не можем. Вот. Поэтому у нас есть значимые изменения локаций, которые в случае, если приложение выключается, то система сама его релаунчит, когда в бэкграунд мод, когда мы новую локацию от GPS-модуля получаем. Вот. Ну и, собственно, в AppDelegate метод ditFinishLaunch тоже вызывается, и одной из опций которого будет наша локация. Вот. Кроме того, оказалось, что... Ну, вообще, из примеров какого-либо значимого изменения локации можно отметить, например, вот пользователь выключил приложение, он едет в машине, допустим, да, там полкилометра или километр проезжает за короткий промежуток времени. И вот в этот момент, собственно, у нас дернется. Ну, система может это определить как значимое изменение локации и отдать его... Ну, включить ваше приложение и отдать локацию. Вот. Кроме того, Apple представила еще один сервис, который назвал сервис визитов. Вот. Представила она его для приложений, которые завязаны на значимом изменении локации, потому как достаточно сильно батарейку они потребляют. Вот. И не всем нужно так часто получить... Не каждому приложению так часто нужно получать эту локацию. Вот. И, собственно, сервис визитов был представлен как альтернатива. Вот. В первую очередь он экономит зарядку вашего устройства. Вот. Он так же, как и значимое изменение локации, перезапустит ваше приложение в бэкграунд-режим, если получит новый визит. Вот. И, собственно, как же эта штука работает? То есть если... Ну, в предыдущем случае при значимом изменении локации там пользователь мог за короткий промежуток времени его изменить как-то локацию. там едем на машине, метро, передвигаясь или еще как-либо. Вот. То визиты работают иначе. Они работают в случае, если пользователи... Ну, сервис визитов помечает какое-то место, ну, считает, что это посещение какого-то места в случае, когда пользователь заходит, ну, приходит в какую-то точку и определенный промежуток времени в нем проводит. То есть в случае, если пользователь там едет на машине, эта штука на ТФК-шку с новой локации нам не... ну, непрерывно, да. или так мы не получим визит. Но если он, например, зашел в кофейню и кофе подождал какое-то время, то мы получим... сервис визитов сработает, мы получим ТФК-шку, когда он зашел в эту точку и в тот момент, когда из нее вышел. Вот. Собственно, мы поговорили об изменении пермишенов, поговорили о том, как можно свой локейшн провайдер и сервис сделать какой-либо, да, какие инструменты Apple нам предлагает. И вот я хотел бы с вами рассмотреть кейсы, которые у меня в работе возникали. Собственно, мы в Effective разрабатывали приложение, основной бизнес-идеей которого являлось, что пользователи могут объединяться в некоторые круги, да, и между собой чатиться и получать сообщения. Ну, и чатиться... У них есть, собственно, чат, да, понятно, что они сообщения получают. Вот. И они видят друг друга на карте. То есть могут в любой момент времени зайти и посмотреть, кто где находится, да, когда последний раз он передал заряд, ну, когда он последний раз передал локацию и какой заряд на телефоне у него был в этот момент. Вот. И я бы хотел рассмотреть... Ну, и там мы использовали, естественно, типы мониторинга сначала обновления, обновления локации и значимое обновление локации. Собственно, для чего это... Для того, чтобы в случае, если пользователь выключил заряд, выключил приложение, он мог... Ну, мы могли получить его значимое изменение локации и также его отобразить. Вот. И выглядело это примерно вот так. То есть мы получали какую-то новую локацию в foreground-режиме, используя update location monitoring первый. Все круто. Мы через... Ну, наш сервис получал локацию и по WebSocket отдавал его... Отдавал его бэкэнду. Также, ну, зачем в этом месте нам WebSocket, когда пользователь приложения открыл, для того, чтобы у него... Его ребята, которые вместе с ним в одном кругу находятся, и когда они передают локацию по WebSocket, мы быстро получали локацию людей, которые с ним вместе в круге, и также могли менять их местоположение. Вот. Помимо того, мы отдавали локацию либо раз в пять минут, последнюю закэшируемую, либо по... Ну, таймер сбрасывали при... И отдавали локацию в случае, если система нам при мониторинге отдавала новую локацию. Вот. В бэкграунде та же история, только сокет мы не открывали, потому что отображать нам, в принципе, пока ничего не нужно для пользователя. То есть, ну, вот он раз в пять минут либо по изменению локации отдавал нам новую локацию для того, чтобы люди, которые видят его на карте, тоже получали обновленную локацию. Вот. А в случае, если приложение из-за чего-то выключалось, вот, мы использовали в нашем случае significant, значимые изменения. Вот. И приложение, получая новую локацию, оно перезапускалось в бэкграунд, и также через этот сервис Parastopi на бэкгент отдавало новую локацию. Вот. Кроме того, вот на правом слайдике можно посмотреть, через какой-то момент нам пришла задачка о том, чтобы награждать пользователя за... награждать пользователя какой... Ну, скоринг. Получается, пользователи, когда проводили время вместе, они получали некоторые внутри приложения валюту для того, чтобы они там у партнеров приложения могли там купоны на скидки получать или мерч. Вот. И, собственно, здесь мы столкнулись с проблемой, что нам не хватает дефолтных инструментов, которые Apple нам предоставляем. Потому что бэкгенду в какой-то момент времени нужно решить, а начислять ли нам баллы или нет. И нам нужна прям точная локация в нужный момент времени. И если... Если говорить о случае, когда оба пользователя держат перед собой смартфон и находятся рядом, у них приложение Foreground, это все круто, мы там можем их опросить через сокет и получить последнее закешированное значение. Допустим. Да. Но появляются трудности, когда пользователь приложения находится в бэкграунд моде или оно вообще выключено. Вот. То есть, например, один из пользователей, у него приложение включено, он находится рядом с локацией, ну, рядом с последней локацией какого-то пользователя, и может быть она не актуальная, да, там прошло какое-то время и нам нужно этого пользователя опросить. То есть, если другой пользователь находится в Foreground, и все круто, если он находится в бэкграунде или приложение выключено, у нас начинаются проблемы. Вот. И мы придумали такое решение. Воспользовались тем, то, что когда приложение получает пуш-нотификацию, оно может ее поймать. Ну, во-первых, приложуха включается в бэкграунд-режиме, и в этот момент можно чего-нибудь с ней поделать. Вот. У нас есть какое-то время, пока он пуш отображает или не скроет. Вот. Мы написали Notification Extension, который работал примерно так. У нас был кастомный тип пуша, и если сходились какие вещи, если пользователь разрешил шарить локацию полностью, если пользователь разрешил пуш-нотификации, то в этом случае, когда бэкгенд отправлял ему пуш, запускался этот Notification сервис, смотрел на тип пуша, если он необходимый нам, мы называли его wake-up пушом. Если это тип wake-up, то он запускал сервис получения локации, получал последнюю закешированную локацию, и отправлял его на сервер, после чего приложение выключалось. Вот. Так мы обработали кейс, когда пользователя выключенное приложение. Вот. Ну и какие заключения можно подвести в этом плане. В принципе, Apple предоставляет достаточно большой набор инструментов для трекинга локации, и если там это приложение, ну, просто навигационное приложение, либо показывает какие-то, выделяет какие-то места, и что пользователи могут до них дойти, там, простроить как-нибудь путь или что-то в этом духе, то этих инструментов вполне хватает. Вот. Или если, ну, в случае там SafeFamily приложения от Apple, то есть я не думаю, что у них есть какой-то приватный API, они тоже спокойно используют доступные типы мониторинга. Вот. Но в случае, когда на локацию пользователя завязывается какая-то логика, и бэкэнду нужно в определенный момент времени повторить спросить текущую локацию, даже если пользователь приложения закрыл, то вот можно примерно таким способом, как я показал, ее получить, используя workaround некоторый. Вот. Так можно обходить ограничения системы достаточно, ну, в принципе, легальным способом. Вот. На этом у меня все. Если у вас есть еще вопросы, вот у меня, вы можете написать мне в Телеграм или ВКонтакте.